Привет, друг! С тобой Эван. Ну что, новый ролик по Радмиру, в котором я постараюсь достучаться всё-таки до Евгения Ковалевского, чтобы он спас Радмир и в целом МТА. Ну да, хоть он и говорил, что МТА умирает... МТА умирала, забудьте про этот проект. Я уже тысячу раз обсуждал эту тему, не хочу опять размусоливать. И все свои силы он кинул на разработку КРМП. Вот даже об АТХАСЛА вышла позавчера. Очень жаль, что все забыли про МТА, хоть это и первый Радмир, можно так сказать. Максимальная просьба порепостить этот ролик, чтобы он увидел и по возможности исправил. Это же на благо всем нам. Как я говорил в предыдущих роликах, сейчас на Радмире просто нечего делать. Начался цикл типичного прикупа, как я это называю. Новых игроков всё меньше и меньше. Старые игроки, лды так называемые, просто заходят на сервер, крутят рулетку, чекают БУ и выходят. Некоторые банально, они просто не могут зайти на сервер, так как их забанили. Значит о чём я? Как я считаю, сервер можно улучшить и возродить двумя способами. Это полный расформ админ состава и конечно же обновление. Если что, на ролике есть таймкоды, вы можете перемещаться в ту часть ролика, которая вам будет интересна. Во-первых, поговорим о полном расформе админ состава. Что же я подразумеваю под этими словами? Это полностью пересобрать админ состав, начиная от КА серверов до обычных хелперов. Почему? Потому что на сервере царствует полная несправедливость и игнор в сторону игроков. Для примера возьмём мои ситуации и ситуации моих подписчиков, которые они писали в комментариях на ютубе или личку ВК. Знаешь что, начнём с меня. У меня на данном сервере было 3 бана и куча спорных ситуаций. Итак, разберёмся с каждым. Первый бан. Я отлетел из-за того, что написал в чат, мол, проходит конкурс на 5 мест, на 5 автомобилей. Это ещё ситуация с 2021 года. После чего я отлетел на 7 дней. Хотя я просто написал в чат, не указывая никаких ссылок и не упоминая никакие каналы. Просто сказал, что проходит конкурс. Вы можете спросить, и в чём же здесь несправедливость? Типа, ну, Эван, ты написал в чат, ну, на получи. А прикол в том, что в честь 9 мая 2021 года кланы Милфхантер, Бразельс и игрок, который был раньше админом, это не Петух или не Петикс, я не знаю, как его называть, проводили огромный конкурс на 3 миллиона 30 мест по 100 тысяч. И пиарили свой конкурс в чат, откуда я о нём и, в принципе, узнал. Что же они писали в чат? Что проходит такой-то, такой-то конкурс на столько-то, столько-то мест, писать туда-то, туда-то. И они ездили, там, ночью, днём, пофиг, БУ, не БУ, они ездили, его вечно вхлудили. И, как вы думаете, что он же им за это ест? Правильно, ничего. К сожалению, скриного у меня не осталось, но большая часть участников, а их там 395, я думаю, может это доказать. Ещё одна ситуация, связанная с недавнишними событиями, которые были в предыдущем ролике, кстати. Я написал в чат, мол, куплю бизнес, куплю в 10. Я знал, что раньше продать нельзя писать в чат, но куплю ты мог написать. За что мне сразу прилетел мут на 1 час и штраф в размере 10 тысяч. Но самый угар в том, что после меня человек под ником Crazy2 написал объявление в чат, и мы за это ничего не выдали. Ни кик, ни мут, ни штраф, ни бан, ничего. Значит, моё сообщение не увидели, а его нет. Но это, в принципе, не первая ситуация, когда обычным игрокам или игрокам в кланах не выдают наказание. Либо они выдают тем, кто их, можно так сказать, бесит или мешает. Второй бан. Меня забанили за то, что я спалил баг, как выполнить прыжок на тысячу метров. В админ конфу администраторов второго сервера прилетело сообщение типа, «Все, кто багаюзил с ачивкой тысячу метров по видосу Эвена, баны по 30 дней и штрафы по 100 тысяч». Теперь я попрошу обратить внимание на слово «Все» и посмотреть следующий видос. Это чувство, когда рассказал пацанам, как это делать за 5 тысяч. И вот что вышло. Как вы видите, люди, которым я продал способ, это Артём и 52, Леди и Ангелочек. Из них трёх, повторюсь, Леди, Артём и Ангелочек, бан и штраф получил только Артём. Леди как играла, так и играет. Её никто не трогал тогда. Ну, потому что это девушка. А вот Ангелочкам ещё более угарная ситуация. Ему ничего не дали, а вдобавок просто поставили на халаперку. Это пи***ц, ну реально. А самый прикол в том, что мой кент с клана БМ через связи с админом поменялся с его совклановцем, с его другом. Его соклановец отсидел за моего друга, а моего друга разбанили в тот же день. Как вам такой поворот? Третий бан. Меня забанили за то, что во время слёта я сидел за текстурами. Хотя я даже не знал, что это наказуемо, но это не суть важна. В этот же момент за текстурами стоял панда, и в последний момент вышел, и ларков, который также был за текстурами. Вы мне спросите, и что? Ничего, панду забанили, а потом по связям разбанили, он ничего не нарушал, и он успел выйти до слёта. Ларкова как не трогали, так и не трогали. После того, как меня разбанили, мне рассказали, что в этот момент возле беза стояло не два администратора, а их было четыре, которые сидели в инвизе. На редмире же можно не заходить в админку, а просто сидеть и играть как обычный игрок. Они сидели в так называемом инвизе и писали своим кентам, чтобы те вышли из их текстур, чтобы не забанили. А то придётся опять их как-то беспалевно разбанивать или вытаскивать оттуда. И самое бесячее то, что админы знали, что нельзя сидеть за текстурами, своим кентам они написали, а в общий чат зачем? Ведь это обычные игроки, им на нас пофиг, и они обычным игрокам так и ничего не написали. Кстати, более подробно про каждую ситуацию с баном я рассказал в своих роликах, ссылки я оставлю в описании. Ещё одна ситуация, прям очень бесячая, в которой видно, что админам на тебя насрать. 30 сентября 2021 год. Две минуты до слёта, я еду сдавать мусорку, и тут мне попадается игрок, неадекватный конечно же, который не даёт мне это сделать. Он едет возле меня, таранит, предлагает у меня эту мусорку купить, и создаёт он вообще помеху работе. Напишите, напишите 58 помеха по работе, пожалуйста. Сука, не успеваю из-за этого дела. По правилам это бан. Ведь нельзя мешать игроку, который работает. Этот игрок ещё мешал буквально за 10 минут до слёта, но у меня этого видеофрагмента не осталось. Осталось буквально... Пиздец, две минуты я не успел, нахуй сейчас придётся 300 кредитов потратить, здесь долбоёба. Я разговариваю со своими сокланами, чтобы они кинули репорт на него. Перед этим я ещё сам лично кидал репорт, но они мне на него не ответили. Я... Собственно, стою. Напиши, напиши, напиши репорт. Я написал не... Бля, где они, сука, эти админы? Ну, как вы видите, на него никто не откликнулся. Си... Три админы нихера не делают. Я решил написать капсам, чтобы они увидели в своём чате и как-то вообще посмотрели, что же я прошу и в чём нуждаюсь. И они увидели. Только не помеху, а как бы мой капс. Размутили на 5 минут и дали 2 раза на 10 минут. И ушли. Всё, что вам нужно знать о полезности этих администраторов. Как вы видели, Максфелл просто сидит на слёте. Ну и Дончао где-то возле него с кланами тусуется. А проблемы у обычных игроков их не... Да. Ещё один момент связан с блатом кланов. Это, в принципе, и сейчас продолжается. Но самый крупный такой блат, это было лето 2021 года. Был такой клан, как Монлайт. Сейчас его нету. Но есть, в принципе, Майами Вайес и ещё пару, которые их заменяют. Так что ничего не изменилось. Этот клан в лице непельменя, лоликона, вертекса и других неодноразово нарушал правила сервера. Они дэмили. Одни оскорбляли. Дэмили на слёте. Ещё очень много чего. И что вы думаете? Ничего. Ничего им не дали. Они дали им из-за того, что старшие админы это их кенты. И им за это ничего не было. Как и нету, в принципе, сейчас нынешним кланам. В конце их забанили. Конечно, не все клан удалили. Но некоторые игроки просто сменили нить и их разбанили. Вот так. Есть один админ, который был максимально холоден ко всем. Он, в принципе, и сейчас админ. Это Хоффман, который тоже высказал своё мнение насчёт этого. Красавчик. 24 февраля началась война между Украиной и Россией. Каждый игрок – это патриот своей стороны, конечно же. Так вот, о чём я. 25 апреля челик под ником Уркот написал в чат славу Украине. За что моментально отлетел в бан на 7 дней. Были ситуации, когда мы общались насчёт политики. Кто-то писал славу, например, другому государству. Не буду говорить какому, вы уже, думаю, понимаете. И ему за это ничего не было. Но как только чел написал славу Украине, он сразу отлетел в бан. Были ещё подобные ситуации, которые мы просто там общались с игроками. Ведь почти половина игроков, даже большая половина этих игроков – это игроки как бы с Украины. Мы общались, там кто-то написал славу Украине в обычный чат. И ему что? Ему дали мут. Этот факт меня тоже очень вывесил. Ну и по факту, если взять, вся высшая администрация ничего не делает. ГА в лице Квин, которая уже ушла, слава богу. Я увидел на сервере за 700 часов один раз максимум. Прям реально один раз, больше она не являлась. Остальных администраторов по типу Линзы, Кэтрин, который является нынешним ГА, вроде как-то так, раза 3-5 максимум. Последний раз они заходили на сервер с Голливудом, просто там что-то посидели минут 10, покатались и ушли. Они набирают почти каждый месяц хелперов, админов и сами нифига не делают. Только хелперы остаются ненадолго, накосячат и их сразу кикают. Вы в принципе можете зайти в группу ВК и посмотреть. И самый прикол в том, что хелперы это бывшие перекупы. Если вы посмотрите, тупо все хелперы это бывшие перекупы. Единственное, кто все время отвечает и помогает, это Голливуд. Сколько времени я ему не писал, он всегда был рад помочь, за это ему большое спасибо. Я думаю, вышеперечисленных примеров хватит, чтобы высшие чины этого сервера пересмотрели админ состав и правила. Ведь блата на серверах, к сожалению, очень много. И покикали администраторов. К слову, я вам писал ситуации только на втором родмире. Я боюсь представить, какие ситуации на первом и на третьем родмире. Хотя подписчики мне не раз говорят, что ГА первого сервера плевал на правила, плевал на игроков. И те, кто ему не нравится или мешает ему, отлетает по 2.8. А 2.8 это валютчики, и они ничего не смогут доказать. Как бы, это уже много человек мне об этом писало. И как вы видите, ГА как стоял, так и стоит. Я думаю, про админом нам хватит. Давайте поговорим теперь об обновлении на родмире МТА. Начнем с того, что последнее обновление, которое выходило на родмире, это вторая часть летнего обновления, которое вышло 14 августа 2021 года. Уже почти год прошел. Я не считаю, что осенний ивент или хеллоуинский ивент это обновление. Тем более, система одна и та же. А, и кстати, после моего предыдущего ролика на родмире, резко начали менять модельки на более качественные. И пару дней на сервере вы могли наблюдать старые тачки и старые версии родмира. Совпадение? Не думаю. Знаешь, что обновление? Голливуд, он же разработчик, он же ГА, серверов, всех трех, он же хелпер. Ну, короче, нормальный челик. Часто сливают обновления в своем инстаграме или же в разных официальных группах родмира ВК. По этому поводу я даже ролик снимал 2 февраля, где показал достаточно много новых сливов. Одна из них это база клана, а также очень много транспорта и тюнинга на него. Со 2 февраля до 1 июля вышло очень мало новых сливов, где было бы видно, почему же задерживают обнову. Так к чему я это все? Выпускать обновление раз в течение 2-3 месяцев это нормально для сферы МТА, но если уже больше, люди уходят с сервера, тем самым пропадает актив и ваш доход. Что же я хочу сказать? Мы, игроки, будем рады, даже если вы будете выпускать пару тачек с тюнингом в месяц. Нам не хочется сидеть год без обнова и ждать одну крупную систему, которая может надоесть просто за пару недель. Вы можете выпускать какие-то маленькие доработки, параллельно работать над большими системами для дальнейших обновлений. Так к чему я это все веду? Судя по сливам, материал у вас достаточно, поэтому выпускайте обнову. Если что-то не доделали в плане на это обновление, доделайте в следующем. Но не томите игроков ожиданием. А у меня в принципе на этом все. Можете дополнить меня или исправить в комментариях, в зависимости что я сказал или не сказал. Если же вы видели какую-то несправедливость или хотите чем-то поделиться, тоже пишите в комментариях. Также обязательно нажмите на лайкос, чтобы этот ролик продвинулся в топ. Также можете скинуть предложку Радмира или Ковалевскому в личку, или еще куда-то, чтобы он этот видос увидел. И как ты занялся Радмиром? Ведь этот сервер в душе игроков и у него тоже. Я думаю этот ролик тебе понравился. Обязательно подписывайся на канал, чтобы не пропускать новые ролики. Нажимай на колокольчик, чтобы всегда смотреть мои ролики первым и никогда их не пропускать. Ну с тобой был Эван, всем желаю хорошего дня, всем удачи пацаны и всем пока.